Виртуальная летопись Второй мировой войны и не думает завершаться. Благодатный сеттинг, популярность которого, кажется, уже пережила кульминацию, в некоторых случаях уже способен вызывать улыбку. Однако серия Medal of Honor, как долгожительница, может претендовать на более серьезные отношения. Разработчики Airborne, судя по всему, искренне хотели избежать сравнений с Call of Duty 2. Вероятно, именно этим объясняются многочисленные заявления пиарщиков о невероятной свободе игрового процесса. Геймдизайнеры и сценаристы нашли ловкий способ ее реализовать. Игрок в качестве десантника союзных войск в начале уровня сам волен выбрать точку приземления. Как говорилось, любую. После этого ему решать, в каком порядке выполнять задачи миссии, куда бежать и в кого стрелять. Заманчиво. Действительно, каждый уровень Airborne начинается на борту самолета. Почти каждый раз самолет в полном соответствии с голливудским сводом правил подбивают зенитки и нас в буквальном смысле слова за шкирку выкидывают из люка. Редкая возможность — увидеть весь уровень сразу. При желании ты сможешь даже оценить боевую обстановку. Однако приземлиться в любой точке на местности тебе вряд ли разрешат. Мало того, что на брифинге нам всячески рекомендуют высаживаться рядом с безопасными точками сбора, так и доступен изначально сравнительно небольшой кусок уровня. Триггеры аккуратно развернут парашют, если ты вдруг захочешь начать бой в глубоком тылу противника. Свободный порядок выполнения задач — слабое утешение. Очередность уничтожения цистерн с горючим большой роли не играет, да и не в новинку это. Достаточно вспомнить тот же Call of Duty. Новые приказы командования откроют новые локации на уровне, и постепенно иллюзия нелинейного сценария растворится в бешеной динамике боя. Неважно, чему ты научился в тренировочном лагере, боец. На поле брани твои навыки и опыт не значат ровным счетом ничего. Автомат Томсона — знакомая игрушка? Забудь об эффектном истреблении фрицев лихими очередями. Неслабая отдача и малая кучность выстрела заставят тебя изрядно попотеть. Нет, винтовка проблем не решит. Даже прямое попадание в голову не всегда гарантирует летальный исход противника. Что? Пистолет? Пистолет в экипировке — это просто дань традиции. Что-то вроде кортика у морских офицеров. И аккуратнее с гранатами. Тебе будут противостоять солдаты с отменной реакцией и невероятной отвагой. Не успевшая разорваться граната будет отправлена назад с завидной скоростью. Бросок следует осуществлять с опережением, так чтобы гранаты рвались над головой у противника. И еще. Твои боевые товарищи — исключительные болваны. Так получилось. Не задавай глупых вопросов. Их основная задача — показать тебе, как не нужно себя вести в бою. И... Иногда они могут вставать на линии огня. Настойчивость и смирение перед многочисленными игровыми условностями вознаграждаются. Со временем бравый десантник научится лучше обращаться с оружием, появятся милые бонусы, вроде сдвоенного магазина или, скажем, штыка на шотгане. Серьезным образом баланс сил они не меняют, но игровой процесс все-таки разнообразен. Семь уровней, включая тренировочные, это не так уж мало, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, они довольно большие. Во-вторых, довольно скучные. Танковый завод со снайперами и традиционными ящиками. Гигантская башня со странной системой лифтов. Прочие ты тоже видел неоднократно. Бункеры, непролазные кусты, тоскливые развалины, окопы. Интересных находок обнаружить, увы, не удалось. Мир Medal of Honor Airborne больше всего напоминает картонные декорации к фильму Спилберг. Все условное и ненастоящее. И даже не пытается претвориться настоящим. Непонятно, почему непрозрачные стекла в окнах домов нельзя было заменить ставнями, смотрелось бы куда более естественно. А небьющиеся бутылки — это уже из разряда несмешных анекдотов. Уровень интерактивности невероятно низкий. Преобладание серых красок в палитре вообще хорошо характеризует мир, в который мы попали. Несмотря на то, что технологический уровень игры вряд ли кого-то сможет удивить, чисто внешне Airborne выглядит вполне прилично. Это явно не претендент на приз, лучшая графика 2007 года, но и жаловаться в принципе не на что. Отдельное спасибо оптимизаторам. Даже на сравнительно слабых машинах Airborne будет бегать очень резво. За это мы, впрочем, расплачиваемся бедными спецэффектами и неинтерактивным окружением. Перед нами качественный шутер про Вторую мировую войну. Очередной. Вероятно, он сможет запомниться лишь прыжками с парашютом, потому что решительно ничем больше не выделяется. Могло быть и лучше. В игре масса нереализованных возможностей. Дизайн образца 2003 года и непонятные решения разработчиков в отношении уровня реализма — это местные странности, с которыми тебе придется примириться. Если ты, конечно, заядлый поклонник отстрела солдат Третьего Рейха. Продолжение следует...